Эффектная и обаятельная, мудрая, доброжелательная, целеустремленная. Героиня этого выпуска проекта «Красота как бизнес» Яна Гершман ведет активный образ жизни, много путешествует и постоянно обновляет запас своих знаний. Любовь к иностранным языкам возникла еще в детстве. На сегодняшний день Яна говорит на английском, знает иврит и немного арабский. Успешный бизнес Яны Гершман посвящен реальной женщине. Клиентки центра «Формула» получают возможность почувствовать себя легкими и счастливыми вне зависимости от возраста и жизненной ситуации. Спасибо моей маме, потому что она была для меня примером. Она была всегда красивая, всегда следила за собой. И я не могла никак быть хуже. Наверное, так. Когда-то в детстве я занималась гимнастикой. И знаю, что со своим телом, если ты только захочешь, можешь сделать все что угодно. Я сама преображалась, видела преображение других. Потом меня жизнь связала с фитнесом. Я очень долго была инструктором. В школе мне, конечно, тяжело было учиться, потому что я очень творческая натура. И сидеть за партой, и решать математику мне было сложно. Мне очень легко даются языки, наверное. И с детства тоже изучала английский. Потом полетела в Израиль, начала учить иврит. Там же пригодился и арабский. Не стоило это больших трудов. Мне всегда была интересна психология. Почему человек поступает так? Почему женщина себя не любит, например? И начала читать, читать, смотреть. И я очень много путешествовала. И очень интересно общаться с людьми. Узнавать что-то новое. Потому что если мы стоим на одном месте, то мы деградируем. Легко открыть салон вип-уровня. Это все какие-то твои знакомые. Всегда будут те женщины, которые будут ходить. Которые будут ходить за своим косметологом. За собой ухаживать. А вдохновить женщин, которые потеряли какую-то надежду. Это совсем по-другому. И для этого мы проводим и какие-то психологические тренинги. И я сама была поражена. Насколько у нас есть трагические какие-то у женщин ситуации. И как они в этих ситуациях живут. И верят в лучшее. И ничего мне не кажется в жизни не бывает просто так. Я верю в какую-то мистику. В судьбу. И если ты чего-то хочешь. И тебе нужна помощь. Она к тебе придет. Мне очень сложно сказать, где я живу. Потому что я столько передвигаюсь. Столько летаю. И я иногда просыпаюсь и не понимаю, где я. В Челябинске я здесь родилась. И здесь уже все построено. Хотя мы развиваем и другие города, и другие страны. Поэтому я очень много где нахожусь. И в Челябинске есть много что привести. Наверное, у меня призывание такое. Женщинам помогать и вдохновлять. Очень хочется, чтобы они смотрели и видели, что это все возможно. Да, и в Челябинске, возможно. И не важно, где я. В Москве, в Лондоне, или в Америке, да. Или в Израиле в том же нахожусь. И так как это происходит, это происходит везде. Ценю в людях желание. Желание расти. Желание чего-то достичь. И любовь. Да, любовь к миру, любовь к людям. Любовь ко всему вокруг. Работа с людьми нужна только тем людям, которые это любят. И сразу видно, когда это делают через силу. Вот таких людей я вокруг себя не держу. Да, обязательно должны люди излучать вот эту энергию добра. Да, энергию любви, гармонии, общения. И даже если что-то у нее, наверное, не получается, то всего остального можно добиться. Но если ты внутри этого не хочешь, ты делаешь через силу, ничего не получится. Тем более у женщины. Инвестировать всегда, особенно женщине, нужно в первую очередь в свою внешность, в знания. И тогда она не пропадет. Мужчина, да, он может себя настроить. Нужна, да, это цель какая-то у него. И мужчина может сделать все. Женщина, если она не хочет, это бесполезно. Поэтому в первую очередь женщине нужно искать свое место. Там, где ее душа раскрывается. Там, где она чувствует гармонию с собой, с миром.